Три дня концертов обошлись госбюджету почти в 10 миллионов леев. На эти деньги можно было бы профинансировать множество проектов в рамках программы «Европейское село» или отремонтировать несколько медпунктов сельской местности. О математике концертов на миллионы расскажем в наших новостях. Наша страна среди лидеров по уровню смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, которые выше среднего показателя в Европейском Союзе. Соответствующую статистику представило Министерство регионального развития и инфраструктуры. В День независимости политический блок победы организовал ряд праздничных мероприятий в Аргееве, Бельцах и Кангазе. В нашем репортаже с мест мы расскажем, какие ценные призы разыгрывали среди пришедших на праздник граждан, а также какой подарок политформирование приготовило для жителей муниципия Бельцы. У Молдовы был шанс, будет ли новый. О том, как советская Молдавия превратилась из аграрной республики в развитую агроиндустриальную, что помешало ей сохранить высокий уровень развития, а также о шансе на экономическое возрождение, смотрите в нашем сюжете. На развлечения деньги находят, а на реализацию государственных проектов нет. Трехдневные праздничные мероприятия на столичной площади Великого национального собрания по случаю Дня независимости Молдовы обошлись госбюджету почти в 10 миллионов лев. На эти средства можно было бы запустить целый ряд проектов национальной программы «Европейское село-2024». Так, учитывая, что по данным Министерства регионального развития, в среднем бюджет одного проекта на строительство водопровода и канализации составляет 7 миллионов 600 тысяч, вместо трех дней гуляний можно было бы профинансировать полтора таких проекта или, например, отремонтировать два здания госучреждения, включая меры по энергетической эффективности при бюджете на каждые 4 миллиона 100 тысяч леев, или же модернизировать три объекта спортивной и развлекательной инфраструктуры при стоимости 3 миллиона 300 тысяч леев. И еще вариант применения этой суммы – реализовать шесть проектов уличного освещения с бюджетом около 1 миллиона 700 тысяч леев каждый. Между тем, в целом ряде населенных пунктов страны реализация инфраструктурных проектов из-за отсутствия финансирования продвигается с большим трудом. Так, например, власти села Мерешены Ханчевского района даже спустя три месяца не получили ответа на заявку о финансировании проекта по расширению сети водоснабжения. Отметим, что в этом населенном пункте канализация отсутствует вовсе. Примар села Будей Телинешского района Виктор Драган недавно в интервью для Пятого канала говорил, что из-за нехватки средств уже несколько лет откладывается проект по ремонту дороги, соединяющий этот населенный пункт с Бенештами – Телинештами, Будей и Цибирикой. В медпункте села Гординешты Единицкого района уже длительное время пациентов принимают в здание, которое находится под угрозой обрушения. И только недавно Единицкий районный совет наконец выделил 3 миллиона леев. чтобы решить эту проблему. Отметим, что ранее в Министерстве финансов объявили, что в условиях дефицита бюджета средств для финансирования 612 проектов национальной программы «Европейское село-2024» общей стоимостью 2 миллиарда 800 миллионов леев может оказаться недостаточно. В то же время в Министерстве инфраструктуры настаивают, чтобы часть денег была выделена из Национального фонда регионального и местного развития, а другую часть покрыли местные власти. В Минфине считают нецелесообразным включение этих 612 проектов в единый программный документ, учитывая значительный недобор средств в бюджет, а также то, что Национальному фонду регионального и местного развития в этом году было предоставлено только 581,5 миллионов леев, свыше 300 миллионов из которых уже потрачены. Кроме того, как выяснил сайт журналистских расследований «Райс Молдова», госканцелярия заключила контракт на организацию праздничных мероприятий на столичной площади Великого национального собрания с одной из компаний без объявления публичного тендера. На сайте агентства публичных закупок сообщается, что соглашение было подписано 7 августа. В правительстве журналистам «Райс Молдова» ответили, что публичный конкурсный отбор не был проведен из-за ограничений по времени, а деньги выделены после корректировки бюджета в июле этого года. Эксперты, тем не менее, считают, что срочность не оправдывает нарушение закона и говорить о ней неуместно, ведь о празднике было известно заранее. Из чего именно состоит сумма 10 миллионов леев, сколько ушло на приглашенных артистов и другие расходы, на этот момент неизвестно. Общеизвестный факт, что гонорары не разглашаются. В контрактах есть пункты, которые запрещают это вполне понятным причинам. А кто был самым дорогим исполнителем? Мы не можем вам сказать по тем же самым причинам. Следует отметить, что в 2019 году Майя Санду, занимавшая в то время должность премьер-министра, объявила, что максимально уменьшила расходы на празднование Дня Независимости. «Мы отказались от дорогостоящих элементов. Общий бюджет события составляет примерно 960 тысяч леев, на полмиллиона меньше, чем в прошлом году», написала тогда Санду на своей странице в Facebook. «Между тем, в нынешнем году, когда мы отмечаем не круглую годовщину со дня объявления независимости, но зато находимся в преддверии президентских выборов и конституционного референдума, празднование продлится целых три дня, чего до сих пор никогда не было, и, соответственно, существенно выросли расходы». Министерство финансов говорит одно, глава Министерства регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну – другое. После того, как в Минфине сообщили, что денег на все проекты, отобранные для финансирования в рамках программы «Европейское село» недостаточно, Спыну дал прессе другое объяснение. По словам чиновника, причина, по которой не все граждане увидят свои села европейскими, заключается в нехватке времени. Министерство финансов заявило, и оно правильно заявило, что если мы включим все 612 проектов в единый программный документ, который закрывается в 2024 году, мы, конечно, не успеем профинансировать все из них, потому что год кора заканчивается. При этом Министерство финансов заявило, что проблема заключается именно в нехватке денег, чтобы покрыть общую сумму в 2,8 млрд леев для 612 отобранных проектов. Бюджет недостаточен, предупредили в Министерстве, отметив, что для Национального фонда регионального и местного развития выделено только 581,5 млн леев, и к тому же в государственном бюджете уже образовался большой дефицит. В этих условиях Минфин рекомендует правительству включить в единый программный документ на 2022-2024 годы только проекты, уже находящиеся на стадии реализации, а остальные проекты перенести в документ, который будет разработан на период 2025-2027 годов. Тогда Министерство регионального развития и инфраструктуры не согласилось с предложением Министерства финансов, аргументируя это тем, что включение проектов в единый программный документ на 2025-2027 годы задержит их инициирование и реализацию. В то же время напомним, что многие примары, подавшие в начале этого года заявки на финансирование проектов в рамках программы «Европейское село-2024» сообщили, что они либо не получили деньги, либо у них нет даже ответа от властей. Некоторые из них отметили, что получили часть суммы, а недостающие средства им приходится искать из альтернативных источников, чтобы завершить начатые работы. Одна из таких ситуаций сложилась в селе Шестач Шелдонежского района, где проект в рамках программы «Европейское село» был реализован лишь наполовину. В результате только ста домохозяйств из более чем 400 изначально смогли подключиться к водоснабжению и канализации. Чтобы охватить весь населенный пункт, примару пришлось изыскать дополнительные 15 миллионов лев, помимо 10 миллионов, полученных по программе «Европейское село». Примар села Миришен и также подал заявку на финансирование проекта по расширению сети водоснабжения в рамках проекта «Европейское село-2024», но спустя три месяца даже не получил никакого ответа. В селе также нет канализационной сети, и каждый домовладелец вынужден справляться с этой проблемой, как может. До 31 июля из 581,5 миллиона леев Национального фонда регионального и местного развития на финансирование проектов было выделено только 340 миллионов леев, что составляет 58,5% от общей суммы. Румыния делает еще один шаг к Джурджулешскому международному порту. Правительство этой страны обсуждает меморандум о начале переговоров с Европейским банком реконструкции и развития по приобретению акций компании «Дануб» «Логистик СРЛ», который владеет ЕБРР. Суммы сделки пока не сообщается. Как пишет новостной портал бань.мд, ЕБРР действительно ищет покупателя на свою часть доли, которая досталась ему в результате проблемной сделки. Ранее Молдавская прокуратура инициировала два уголовных расследования в связи с оступлением ЕБРР во владение портом. Одно из них касается возмещения причиненного мошенничеством ущерба, в результате которого компания-оператор того периода продала часть порта всего за 344 доллара, после чего она была продана Европейскому банку реконструкции и развития. Причем, как писала пресса, сумма сделки по Джурджулешскому порту, в которой было инвестировано более 50 миллионов евро, составила всего 1000 евро. Прокуроры наложили арест на активы Джурджулешского международного порта в размере 150 миллионов леев, то есть той части порта, которая сегодня принадлежит Европейскому банку развития реконструкции. Таким образом, любая сделка по отчуждению порта или по его части требует обязательного согласия правительства Республики Молдова. Правительство пока не дало никаких комментариев по данному вопросу. Пресс-секретарь Кабмина Даниил Вода лишь заявил, что о продаже государственного порта речь не идет. Как говорится в распространенном им сообщении, в Джурджулештах действуют два объекта портовой инфраструктуры. Международный свободный порт Джурджулешты, который принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, и государственный порт, который находится в собственности государства. Обсуждение о продаже государственного порта не ведется. По словам Даниила Вода, ЕБРР, владеющий компанией-консессионером Джурджулештского международного порта, ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, среди которых Румыния, Турция, Нидерланды и Дания. В сообщении пресс-секретаря правительства также говорится, что повестка обсуждений премьер-министра Республики Молдова Дарина Ричана с его румынским коллегой Марчелом Челаку также включает темы сотрудничества в области инфраструктуры. Напомним, что еще год назад премьер-министр Румынии Марчел Челаку заявил, что Бухарест заинтересован в покупке Джурджулешского международного порта, поскольку Румыния, как ожидается, станет важным центром при восстановлении Украины после окончания военных действий. В интервью телеканалу DG24 в сентябре 2023-го Челаку сообщил, что у министра транспорта Румынии прошли дискуссии с ЕБРР по этому поводу. Джурджулешский международный порт расположен на морском участке реки Дунай, недалеко от румынского порта Галац с доступной глубиной воды до 7 метров. Порт способен принимать как речные, так и морские суда. В портовый комплекс входят 7 терминалов и бизнес-парк. Через него на сегодняшний день проходят все экспортно-импортные поставки морским путем. В правительстве Румынии называют Джурджулешский порт стратегически важным объектом. Если Румынии удастся приобрести принадлежащую ЕБРР долю в порту, количество стратегических инфраструктурных объектов, которыми она владеет на территории Молдовы, возрастет. Румыния уже контролирует молдавские газопроводы и транзит газа в страну. Под контролем Румынии находится ряд молдавских банков. Также румынская сторона заявила о намерении приобрести электрораспределительные компании RedNord и Fienor. В Молдове уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях гораздо выше, чем в среднем по Европе. Такие данные представлены Министерством регионального развития и инфраструктуры в проекте национальной стратегии мобильности до 2030 года, утвержденной правительством. Согласно документу, в 2023 году в нашей стране этот показатель составил 79 случаев на миллион жителей по сравнению с 46 случаями на миллион жителей в странах Евросоюза. То есть в Молдове уровень смертности на дорогах в 1,7 раза выше, чем в ЕС. В пятерку стран с наибольшим количеством летальных случаев на дорогах также входят Румыния, Болгария, Латвия и Литва. По данным статистики, в первой половине текущего года на дорогах страны произошло почти 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 85 человек. Ранее гражданский активист, председатель ассоциации Униря ОДИП Влад Белецкий заявил, что у полиции нет времени на обеспечение общественного порядка, поскольку она занята выполнением политических заказов власти. Бывший сотрудник МВД Алина Сбанка также утверждала, что у полиции другие приоритеты. Например, борьба с политической оппозицией, а не укрепление и обеспечение общественной безопасности. Напомним, за последнее время на дорогах страны произошло несколько серьезных аварий со смертельным исходом. Ранее полиция опубликовала фотографии водителей, совершающих запрещенные обгоны, но не представила решений, например, по корректировке дорожно-транспортной инфраструктуры для предотвращения подобных нарушений. Как сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко, пятеро рабочих были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи после падения со второго этажа на строительной площадке на проспекте Дача в столичном секторе Ботаника. Инцидент произошел в понедельник вечером. Двое мужчин получили серьезные травмы. У троих зафиксированы легкие телесные повреждения. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Из пяти человек, обследованных в приемном отделении скорой помощи, один является гражданином республики Молдова, четверо – иностранными гражданами. У двоих более серьезные травмы – с переломами позвоночника. Остальные травмы более легкие – тоже с переломами, но с лучшими прогнозами. Поэтому четверо из них госпитализированы в больницу скорой помощи. В свою очередь, министр труда и социальной защиты Алексей Бузу сообщил, что Государственная инспекция труда начала расследование по данному инциденту. И когда оно будет завершено, ведомство сообщит о причинах произошедшего. По данным полиции, обрушение произошло на строительной площадке, когда рабочие проводили работы по бетонированию. По данным прессы, инцидент произошел на территории строящегося Кишиневского микрорайона «Немецкая деревня», который возводит на ботанике предприниматель Чеслов Чухрий. Мы попытались получить комментарий у бизнесмена, но не смогли до него дозвониться. По данному факту возбуждено уголовное дело и назначена строительно-техническая экспертиза. Генеральный инспекторат полиции, а за ним эта новость растиражировала и провластная пресса, оперативно и развернуто сообщила о том, что 26 августа 10-летняя девочка сломала ногу в парке аттракционов Гагаузия-Лэнд. Молниеносная информация разнеслась в СМИ. Сообщение генинспектората о травме у ребенка во время прыжков на батуте в парке развлечений Гагаузия-Лэнд в Кангазе было размещено в соцсетях 26 августа вечером в 21.38. Сегодня вечером в полицию Камрата поступила информация от врачей о серьезном инциденте на территории парка развлечений Гагаузия-Лэнд, где 10-летняя девочка получила двойной перелом ноги, играя на одной из площадок, расположенных на территории парка. После ряда обследований в Камратской больнице она была срочно доставлена в Кишинев для оказания медицинской помощи. Далее в сообщении говорится, что открытие детского парка развлечений пока что не было санкционировано компетентными органами, поэтому администрация парка подвергала риску здоровья и жизнь несовершеннолетних, разрешив им доступ на территорию Гагаузия-Лэнд. Более того, полиция сразу же возбудила уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого или средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности», сообщили в полиции. Дальше посыпались громкие заголовки. «Карусели Илона Шора опасны для жизни». «Опасность в Гагаузии-Лэнд». «Ребенок сломал ногу в парке развлечений Гагаузия-Лэнд». «Полиция расследует инцидент». Ну и все в таком духе. К слову, первые два заголовка грубо нарушают диантологический кодекс журналиста в случае телеканала и кодекс об аудио-визуальных медиа-услугах. Обобщение, выводы без оснований, что представляет собой дезинформацию. Навязывание мнения автора материала, что также является нарушением закона. Важный момент. Администрация парка Гагаузия-Лэнд сразу же прореагировала на произошедшее. В официальном заявлении говорится, что девочке и ее семье будет оказана максимально возможная помощь. Парк возьмет на себя все необходимые расходы, связанные с лечением и реабилитацией ребенка, чтобы она как можно быстрее поправилась. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что парк оборудован в соответствии со всеми стандартами безопасности, имеет все необходимые разрешения, а батут, на котором произошел несчастный случай, является новым и отвечает всем техническим требованиям. «Мы удивлены безосновательными обвинениями в адрес парка, исходящими от правоохранительных органов, которые вводят общественность в заблуждение, не проведя должного расследования», — заявили также по этому поводу представители Гагаузии-Лэнд. В тот же день, 26 августа, несколькими часами раньше, чем случай в Кантгазе, в Кишиневе произошел гораздо более серьезный инцидент. Пятеро рабочих иностранного происхождения были доставлены в больницу с различными травмами после обрушения крыши строящегося здания на территории нового кишиневского микрорайона немецкой деревни, который возводится на Ботанике. Об этой трагической ситуации до сих пор нет ни слова ни на официальном сайте инспектората, ни на его страницах в соцсетях. Существует лишь комментарий, который спустя целые сутки после случившегося дала журналистам пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, которая сообщила, что инцидент произошел днем 26 августа. Оперативная группа выяснила, что во время бетонирования перекрытия второго этажа спорткомплекса с высоты упали 6 человек. Согласно показаниям очевидцев, это произошло в рабочее время. Пострадавших оперативно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и провести техническую строительную экспертизу, заявила она порталу Ньюсмейкер. Давая информацию о произошедшем, портал конкретно так и не сообщил, где именно произошел инцидент и что это за стройка. В материале лишь указывается, что в Кишиневе 6 человек пострадали на строительной площадке на проспекте Дачи. Не последовало никаких официальных сообщений по поводу произошедшего ни от компании, ведущей строительство, ни от медучреждения, куда госпитализировали пострадавших иностранных рабочих, ни от профильных министерств. В Телеграм утверждают, что обрушение произошло на объекте Сатл-Джерман, немецкая деревня. А замалчивание происшествия якобы связано с близостью владельцев стройки с правящей партией. Два инцидента, произошедшие в один день и совершенно разная подача информации о них. О парке отдыха и развлечений Гагаузия Ленд, который построен при поддержке Илона Шора, оперативно и, как обычно, крайне негативно. О строительстве элитного жилого комплекса с явным нежеланием не навредить или просто умолчать. По крайней мере, так это выглядит. 28 августа, спустя два дня после инцидента на стройплощадке элитного микрорайона, на официальных ресурсах полиции никакой информации о нем так и не появилось. На наш вопрос в пресс-службе наш телеканал получил ответ. Мы его не публиковали, но послали тем СМИ, кто проявил интерес. То есть сообщение о случившемся в Гагаузии Ленд было опубликовано для всеобщего обозрения, а о трагическом ЧП, где несколько человек оказались в тяжелом состоянии, для узкого круга журналистов. Почему такие разные подходы, в пресс-службе нам не ответили. Тем временем министр внутренних дел Адриан Эфрос после заседания правительства заявил для СМИ, что инцидент в парке развлечений будет расследован самым серьезным образом и может рассматриваться даже вопрос закрытия парка отдыха и развлечений. Мы уведомили компетентные органы, Национальную инспекцию по безопасности в строительстве и другие органы. Создадим совместную следственную группу и представим заключение о приостановлении или не приостановлении деятельности Гагаузии Ленд. Кто входит в эту группу? Министерство внутренних дел, специализированные учреждения в области строительства и безопасности труда. По этому делу выскажется межведомственная рабочая группа экспертов. Представители администрации парка развлечений и руководства гагаузской автономии много раз заявляли о том, что центральные власти всеми силами ищут предлог, чтобы помешать Гагаузия Ленд работать. Сначала на этапе выдачи разрешений и строительства бесконечными проверками, препятствующими работам, задержкой оборудования и аттракционов на таможне. А теперь, когда проект вопреки всем этим препятствиям был завершен, пытаясь остановить его деятельность. По замыслу Илона Шора, благодаря поддержке которого из внебюджетных средств был построен парк, все развлечения здесь, как и в Архиоленде, бесплатные. Поэтому парк в Гагаузии люди очень ждали. И уже в день открытия его посетили свыше 50 тысяч человек, которые съехались не только с юга, но и со всей страны. История о том, как из отсталой аграрной республики Советская Молдавия превратилась в высокоразвитую аграрно-индустриальную, кажется почти невероятной. Стяуа Рошия, Молдавский микропровод, Альфа, Щитмаш, Мизон, приборостроительный завод и, конечно же, флагман молдавского машиностроения Кишиневский тракторный завод. Изделия для авиапромышленности, космонавтики, атомных подводных лодок – все это делалось в Молдове. Еще более невероятная, кажется, история о том, как все это можно было потерять. 650 промышленных предприятий, производивших телевизоры, стиральные машины, холодильники, насосы, различное высокоточное оборудование и военную продукцию. 36 крупнейших заводов специализировались на приборостроении. Ветеран легендарного тракторного производства Юрий Забунов рассказывает, что молдавские тракторы экспортировались в страны СЭФ, а знаменитый Т-70С Кишиневского тракторного завода вообще был уникальным в мире. Юрий Забунов проработал на легендарном КТЗ всю свою жизнь. После окончания Одесского политехнического института начал свой трудовой путь на заводе в должности инженера-конструктора. Затем был заместителем главного инженера. Когда-то здесь работали 5500 человек. На заводе свой транспортный передел. Ну, кроме автопогрузчиков, электрокаров, кроме кранов и так далее. Железнодорожный транспорт внутри заводской имел 7 веток железнодорожных. В составе транспортного цеха было 3 тепловоза, которые развозили со складов в цеха заготовки, подвозили к бетонно-растворному узлу. Один бетонно-растворный узел – это целый железобетонный завод. Не говоря о том, что был парк, платформ и так далее. Это дает представление о масштабе завода. Все было спланировано. Все работало на развитие страны, как по часам, вспоминает Юрий Забунов. Каждый день заводские тепловозы вытягивали на грузовую станцию Кишинева эшелон тракторов. Один эшелон – это от 40 до 60 сельскохозяйственных гусеничных машин. КТЗ выпускал до 10 тысяч единиц техники в год. При этом в сельском хозяйстве советской Молдавии были задействованы 52 тысячи тракторов, около 15 тысячи комбайнов. Плюс современные технологии, помноженные на огромные общесоюзные инвестиции. Весь завод стоил около 100 миллионов рублей. Рубль был гораздо дороже доллара. И 5 тысяч работ. Ну, возьмем 100 миллионов стоимость основных фондов завода. 5 тысяч работающих. Значит, рабочее место, включая даже тех, кто не работал на оборудовании, это 20 тысяч долларов. Два эти рабочие места. А что рабочее место? Это лопата и метла? Нет, это оборудование дорогостоящее. На зарплату инженера около 175-200 рублей можно было действительно жить хорошо. К тому же были премиальные за перевыполнение плана, за изобретательство. Был свой профсоюз, свои больницы, жилье от завода, путевки в санаторий и на море. Это вдобавок к бесплатным медицине и образованию для всех. После обретения независимости все рухнуло. Тысячи высококвалифицированных специалистов были выброшены на улицу. Производственные цеха прихватизировались и банально разворовывались. Так почему все это не удалось сохранить? Юрий Петрович Забунов считает, что Молдова могла пойти другим путем. Но те, кто тогда пришли к власти, стали первыми хозяевами сельхозугодий, производственных помещений, не были готовы правильно, по-хозяйски и во благо всей страны распорядиться доставшимся наследством. Возможность этого пути заключалась в возможности верховной власти. Вот какую верховную власть выбрал народ, вот так он и живет. Приведу такой пример с нашим сельским хозяйством, с нашим фермерством. Когда фермеры получили даром колхозное производство в свои руки, землю, технику, они, естественно говоря, стремились к получению максимальной прибыли. И максимальная прибыль достигалась легче всего тем, чтобы уменьшить, минимизировать затраты на возобновление производства, на ее реновацию. Вот откуда исчезла потребность в тракторах. Он пришел получить прибыль. И самые яркие примеры погони за этой наживой, это когда получили орошаемые земли и первым делом выкопали трубы орошения, продали их в цветной металлолом. Другой наш собеседник, экономист Владимир Головатюк, напомнил в этой связи, как во времена СССР западная компания «Филипп Моррис» изучила ситуацию на табачных комбинатах всего Советского Союза и выбрала именно Кишиневский табачный комбинат для производства знаменитых сигарет «Мальбора» по лицензии «Филипп Моррис». Один этот пример доказывает, на каком высоком уровне находились производственные мощности в Молдове. Другой пример высочайшего уровня технологического развития и квалификации инженерно-технических кадров строительство в Кишиневе единственного в СССР компьютерного завода. Но 33 года назад Молдова упустила шанс стать самодостаточной. Очень многие подходили к стране как ранее, как к своему заводу, где они были директором, или к колхозу. То есть вот не было государственного мышления у них. В этом вся проблема. Вот вы говорили, была ли альтернатива? Я думаю, что в той ситуации альтернативы не было. Независимость нам упала в руки. Не было десятилетней борьбы, национально-освободительной и так далее. И те люди, которые пришли к власти на волне, они не знали, что делать. Как результат, полная деиндустриализация страны. Уже за первые пять лет независимости воловой внутренний продукт сократился в три раза. Промышленное производство в три-четыре раза. Сельское хозяйство в три раза. Инвестиции, в это невозможно поверить, сократились в десять раз. Реальная заработная плата в четыре раза. Реальная пенсия в три с половиной раза. Люди оказались за гранью нищеты. Были периоды, когда страна более-менее нормально развивалась. Да, была положительная, позитивная для Молдовы внешняя конъюнктура. Я имею в виду с 2000-го, 2008-й год, 2009-й до мирового финансового кризиса. Рост ВВП на 70%. Заработная плата выросла. Была в среднем, в 2000-м году, менее 500 лей. А в 2008-м стало 3000. В шесть раз. Пенсия была 85 лей. Увеличилась в восемь раз. Но в 2009-м году к власти пришла новая, другая политическая сила. И ситуация изменилась кардинально. По словам эксперта, как только вектор развития сменился на прозападный, начались проблемы. Экономика Молдовы, она характеризуется определенным дуализмом. Не потому, что у нас, вот мы, как говорят, между Востоком и Западом. Да, мы обречены, вот такое нехорошее слово, но вот здесь без вариантов. Вот здесь нет альтернатив. Молдова обречена на эффективное, взаимовыгодное сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Как только крем, не буду лукавить, в ту или другую сторону, вот стопроцентный, тогда проблемы. Владимир Головатюк подчеркивает, одна из главных проблем в том, что нынешняя власть сегодня в принципе не занимается экономикой, развитием внутреннего рынка и экспорта. Во-первых, так проще. Вы поймите, значительно сложнее заниматься экономикой, реформировать экономику, чем стоять с протянутой рукой у Запада за кредитами. Ведь Молдова дошла до того, что у нас отрицательная норма сбережений. То есть мы не зарабатываем на свою текущую жизнь. С каждым годом все хуже и хуже и хуже. И мы все в большей и в большей степени зависим от внешней помощи, если кредиты можно назвать помощью. Вместо построения эффективной системы, потребления за счет внутреннего производства, которое обязательно ориентировано на экспорт, нам пытаются снова навязать какой-то чужой опыт, зачастую не самый успешный. Например, прибалтийских стран, которым и это открыто признают западные эксперты, особо похвастать нечем после присоединения к ЕС. Практически все отрасли, которые ранее были в Литве, Латвии и Эстонии локомотивами их экономик, разрушены. Рыболовство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, гончарное ремесло. Из-за деградации экономики рост миграции здесь бьет все рекорды. Сегодня Прибалтика полностью зависит от дотации ЕС, превратившись за годы членства в Евросоюзе в страны пенсионеров и чиновников. Последних, конечно, все устраивает. Если говорить с политиками, с их стороны, то, конечно, они скажут, делай как я, делай лучше меня, идите нашим путем и так далее. Но в беседе неофициальной и не только с простыми людьми, но и специалистами, инженерами и так далее, они скажут, не повторяйте наших ошибок. По словам экономиста, у Молдовы еще есть шанс стать и остаться самодостаточной, суверенной и развитой страной. Что для этого нужно? Не упустить его. И сейчас самое время. Примария Аргеева готова компенсировать расходы горожан на воду в большем объеме. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила примар муниципия Аргеев Татьяна Кочу. Она подчеркнула, что примария прилагает все усилия, чтобы смягчить влияние этого повышения на бюджет семей. Но обратила внимание на то, что установление тарифов находится в ведении не местных властей, а национального агентства по регулированию в энергетике. Уже пять лет муниципи и страны, как и муниципи Аргеев, лишены полномочий по установлению тарифов на воду и канализацию. Эти функции были переданы на Ре. Только это учреждение устанавливает цены на воду, основываясь на экономических расчетах и других факторах, на которые, к сожалению, мы, примария и муниципальный совет не имеем никакого влияния. Однако наша команда прилагает все усилия, чтобы держать под контролем расходы на коммунальные услуги. Я знаю, как важно, чтобы цена на воду была доступной для всех наших жителей. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать часть расходов каждого потребителя в Аргееве. Кочу отметила, что благодаря поддержке почетного примара Аргеева Илона Шора муниципий уже компенсирует часть расходов на коммунальные услуги, предоставляя каждому жителю Аргеева 4 кубометра воды бесплатно. Примар также сообщила, что после введения на Ре новых тарифов каждый житель получит новую компенсацию. В связи с введением на Ре новых тарифов каждый аргеевец, опять же при поддержке Илона Шора, получит компенсацию в размере 6 кубометров воды. И это только первый этап. Вскоре наша команда найдет решение для компенсации большего количества счетов за воду. И мы надеемся, что этот проект будет одобрен муниципальными советниками как можно скорее. Примар напомнила и о других инициативах по поддержке жителей, таких как прибавка к пенсии в 2000 леев, реализованная благодаря усилиям Илона Шора. Татьяна Кочу подчеркнула, что благополучие каждого жителя Аргеева чрезвычайно важно для муниципальной команды и что местная администрация будет изыскивать любые способы для облегчения жизни горожан, продолжая реализовывать сотни инфраструктурных и социальных проектов. В День независимости политический блок «Победа», возглавляемый Илоном Шором, организовал праздничные мероприятия в Аргееве, Бельцах и Кангазе. В Аргееве торжества продолжались весь день, а вечером завершились масштабным концертом и лотереей, в котором жители Аргеева и многочисленные гости из других регионов Молдовы получили возможность выиграть ценные призы. Примар-муниципиа Татьяна Кочу поблагодарила всех собравшихся и заявила, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Дорогие аргеевцы, уважаемые жители со всех уголков страны, собравшиеся сегодня на нашем празднике. Мы надеемся, что вам очень понравилось то, что мы приготовили для вас в этот вечер, как мы традиционно это делаем с 2015 года. Команда Илона Шора в Аргееве каждый год и в каждый праздник делает все возможное, чтобы дарить вам хорошее настроение и проводить наши торжества на самом высоком уровне, чтобы вся Республика Молдова завидовала нам. Вечер принес собравшимся на площади Василия Лупу множество сюрпризов. Участники розыгрыша, счастливые и довольные, понесли домой телевизоры, микроволновки, планшеты и мобильные телефоны последнего поколения. Пылесос ваш! Поздравляем! Поздравляем от души! Благодарим Илона Шора за эти призы! Откуда вы? Из Аргеева! Аргеевцам везет! Приз ваш! Поздравляю! Поздравляю! Откуда вы? Из Аргеева! Наша дорогая архиянка! Подарок ваш! Держите! Улыбнитесь от души! В концертной программе по случаю Дня независимости Молдовы приняли участие Дойна Герман, Лауренцию Попеску, Реку Воды, Каролина Препелиция, Марианна Шура, а также артисты районного Дома культуры. Невероятные эмоции, хорошее настроение и множество подарков обрушились и на жителей северного региона страны. Бельчане тоже получили возможность выиграть десятки призов, среди которых главным сюрпризом вечера стал электровелосипед. Вот она! Аплодисменты! Это ваш. Вы счастливы? Сколько тебе лет? 18. Да ты что! Как умница, красотка! Полинка, вот тебе надо с тобой автографировать на этом фоне, пожалуйста. Это все теперь твое. Вот она, красавица. Полиночка, уезжая домой с подарками. Я вас поздравляю. Это вам, мои хорошие. Вы давно же с нами? Нет, я все не боюсь. Вот видите, пришла и победила. С праздником, с Днем Независимости. Полина, одна из победительниц, рассказала нам, что никак не ожидала, что станет одним из счастливчиков этого вечера. Вообще я в шоке, я ни разу ничего не выиграла, ни в какую лотерею. Неожиданно, конечно, но очень-очень приятно. Что вы получили? Телевизор, микроволновка, чайник и пылесос. С поздравлениями к бельчанам и гостям муниципи обратилась исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер, поздравившая жителей и гостей муниципи. Спасибо вам, дорогие наши любимые, что вас так много, что вы такие милые, улыбчивые. Мы просто счастливы, что видим вас в таком настроении и что это означает, что праздник удался. Правильно? Да! Нравится праздник? Да! Мы поздравляем вас от имени Илона Мироновича Шора, от имени всей команды блока «Победа» с Днем Независимости. Это очень важный праздник для нашей страны. И мы будем бороться, чтобы мы всегда были независимыми. Поздравил граждан и лидер политического блока «Победа» Илан Шор. Дорогие друзья, сегодня день независимости Республики Молдова. Когда мы обретали независимость, наши предки надеялись на то, что мы будем свободны. Свободны в праве выбора. Свободны в праве принятия решений. Что мы будем верно хранить традиции и культуру нашего многонационального народа. Мы должны с вами объединиться и биться за нашу свободу до конца. А те, кто с этим не согласен, пусть едут в Бухарест. Там им и место. А мы с вами вернем былую славу, былое величие нашего независимого государства Республики Молдова. С Днем Рождения, моя любимая Молдова! Не остались без праздника и подарков и жители южного региона страны. Айфон разыгран и Ваши атмосферные люди! С Днем Независимости Республики Молдова от себя! Молодец! Ваши атмосферные победительницы! Громче, громче, громче! Множество сюрпризов и подарков получили и жители АТО Гагаузия, пришедшие отметить 33-летие независимости Республики Молдова в парк аттракционов Гагаузия-Лэнд. Я вас люблю и я очень рада, что я являюсь гражданкой Республики Молдова. И я уверена, что совсем скоро нашу страну ждет действительно независимость, нейтралитет и ждет благополучие. Ура! Праздничный вечер завершился красочным фейерверком. В ближайшее время в парке Победы в городе Бельце пройдет масштабная реконструкция. Произойдет это по инициативе политического блока Победы, возглавляемого политиком Илоном Шором, который таким образом решил сделать подарок жителям Бельц по случаю Дня Независимости. На праздничном мероприятии 27 августа в 3D-видео был представлен план обустройства зоны отдыха. Здесь появятся новые скамейки, тротуары, современная детская площадка, много зелени, сцена для проведения мероприятий и множество других изменений, призванных оставить у посетителей самые приятные воспоминания. Исполнительный секретарь исполкома блока Победы Марина Таубер заявила, что этот парк станет идеальным местом для организации различных мероприятий. Еще один сюрприз для Бельц Ко Дню Независимости. Готовы? Да! Вам нравится этот парк, парк Победы, в котором мы сейчас находимся? Да! Сильно нравится? Да! Он классный? Да! Мы не спорим, но чуть-чуть можно его модернизировать, да, чтобы он был еще более классный, еще более современный. Мы могли здесь с вами проводить много-много разных концертов, праздников, мероприятий, выставок, конкурсов. Напомним, недавно команда политического блока Победы заложила первый камень – фундамент строительства парка развлечений Нордленд в Бельцах. Район города вблизи озера полностью преобразится. Согласно проекту, здесь будет множество аттракционов, в том числе колесо обозрения. Новый проект позволит украсить территорию, сохранив ее зеленую часть, заботясь об экосистеме. Прошедший 27 августа дождь с порывистым ветром вновь причинил ущерб в ряде секторов Кишинева. В нескольких микрорайонах повалины деревья, муниципальные службы приступили к устранению последствий непогоды только на следующий день. Сильный ливень прошел также в муниципе Бельцы. Там обошлось без упавших деревьев. За подробностями мы обратились в Кишиневское муниципальное предприятие Ассоциация «Зеленое хозяйство». Пресс-секретарь предприятия Виктор Никитуш заверил нас, что упавшие деревья и ветки не нарушили нормальный ход жизни горожан. Упали всего три дерева, их вырвало с корнем. На данный момент перебоев с движением транспорта или других препятствий нет. Были и падения веток, их было меньше. Упавшие ветки тоже не нарушили обстановки. Падение веток было во дворах многоэтажек. На вопрос, почему каждый раз в непогоду в столице падают деревья, Никитуш ответил, что это связано с возрастом посадок и засухой этого года. При этом он уклонился от ответа на вопрос, какие меры предпринимает предприятие для предупреждения подобных случаев. Деревья в городе Кишиневе – это деревья, которые были посажены в 50-е годы. Можно сказать, что некоторые из этих деревьев выполнили свою функцию. Но самое главное, что эти деревья начали засыхать из-за того, что мы находимся в периоде засухи, и они засыхают. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям нашему телеканалу сообщили, что пострадавших граждан и значительных разрушений в результате прошедшего ливня нет. Напомним, сильные ливни с ветром в течение нынешнего лета стали причиной многочисленных разрушений и гибели двух человек. Так, в июне 12-летняя девочка скончалась после того, как на нее упало дерево в секторе Буюканы в Кишиневе. Также из-за разгула стихии погиб режиссер Аркадий Спаяллы, находившийся в это время на отдыхе на берегу Днестра. На 28 августа государственная гидрометеослужба объявила желтый код из-за жары на всей территории страны. По данным метеорологов, максимальная температура воздуха достигнет 33 градусов по Цельсию. В большинстве регионов Молдовы специалисты прогнозируют переменную погоду. Местами кратковременные ливни с грозами, умеренный северо-восточный ветер. Во Франции из-под стражи освобожден основатель телеграмм Павел Дуров. Как сообщают СМИ, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения. Бизнесмен находился под стражей 4 дня. Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа-Лебурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля, в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Дурова подозревает в бездействии при администрировании платформы телеграмм в отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений, передает Deutsche Welle. Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекли 28 августа. Сооснователь Телеграмм обладает гражданствами России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сент-Китс и Невис. Ранее Телеграмм заявлял, что соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Телеграмм как средство общения и как источник важной информации, подчеркивается в заявлении Телеграмм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова